Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чехоладский тренер сказал, правда, что и его хоккеисты Несколько излишне эмоционально высокий боевой дух, хороший настрой, мастерство Хоккеистов и, в общем-то, оба тренера сказали, что та игра была хорошей проверкой, хорошей репетицией перед чемпионатом мира, который состоится в апреле Как активно наши хоккеисты действуют в чужой зоне Силовой приемом 25-й номер Владимир Голиков Мальцев Слева Кожевников Мальцев обыгрывает одного из защитников, второго не удалось Не удалось обыграть Вот в этом звенье Мышкин Так, без особы Ну а нападающие вам хорошо знакомы 29-й номер Лукач 16-й Игначак И 30-й Липа И на четвертая тройка Подзвено Ковина 12-й номер Варнаков 26-й Кварцов 19-й Ковин И защитники Гимаев, Ирак и Зубков Третья минута Первого периода Пока 0-0 Игра проходит живо Быстро Вновь Много единоборств Много силовой борьбы Варнаков Ковин Неожиданно Бросил поворотом Шип пошла рядом со штангой Уэра Один из молодых Один из самых способных хоккеистов Команда Техватии Уэра из клуба Дукла и Глава Эта команда лидирует в чемпионат Чехословакии И естественно Больше игроков в составе сборной Из-за этого клуба Ну а вообще в составе сборной Чехословакии Представители 8 команд Ну посмотрите какая ошибка И Макаров выходит один на один Обыграет либертаря Прекрасно Прекрасно Еще раз посмотрите Какой великолепный пас Одна передача Вторая До красной линии Принял шайбу Макаров И вот единоборство Шайба летит Под перекладину Четвертая минута первого периода 1-0 в пользу Сборной команды Советского Союза Тренер Людор Букоч Завидует Тихонову Так он сказал на предконференции То что у нее есть возможность Из клубов Приглашать целиком Звени Целиком пятерки В команде Эти флаги нет Ни одного Звена Целиком Какого-то одного Клуба Поэтому больше времени Приходится Приходится Таратить на то Чтобы Сыгрывались Игроки Чтобы Чувствовали друг друга Капустин Капустин Шепелев Шалимов Еще один бросок А вот сегодня И вот видите Уже Шалимов был рядом Звено Голикова Голиков Кожевников Мальцев Белевединов Сервухин Ну и вот Молодежное звено Камальчик Словакии Ружичко Ему 18 лет Шейба 19 И тут старше Хардина Ну С ними играют Опытные защитники Халупа и Дворжак Мальцев Помешал Халупу Мальцев Бросить поточнее Велевединов Заявляет сборная команды Советского Союза Людак Букович Станислав Невеселый Тренер сборной команды Чехословакии Сибиночак С партнерами на площадке У нас Завноковина Увера Михайловский С журналистом Тренером Коману Чехословакии Понравился дебют В прошлой игре Молодого Владимира Ружички Мышкин сейчас Вступил в игру Игночак Ковин активно Атакует его Ну, давай возможность Защитникам партнером По нападению Овладеть шайбой Игра проходит С переменным успехом Но обе команды Как и в первой встрече Много Внимание Деляют С наступательным действием Атакам И жаркие схватки За воротами Перед воротами Да, это только Эта борьба Не только За почетный Почетный Навязать Характер Волю За сейчас В преддверии Чемпионата Мира И наши тренеры И тренеры Коману Чехословакии В этих ответственных матчах Проверяют Кто же из кистов Может Полную силу Играть На самом высоком Уровне Полной Отдачей сил Вот Хозяева площадки Встрет Бросок не получился Нет Нельзя Шайбы Принимать Кистом Коману Чехословакии Коману Чехословакии Петитов Костатонов Их партнеры По первой пятерке Макаров Задержался у синей линии Потому что уже В зоне команды Чехословакии Находился Ларионов Восьмая минута Восьмая минута Первого периода В матче сборных Чехословакии И Советского Союза Счет по-прежнему 1-0 В пользу Советских Чехословакии Это Шепелин Капустин Если вы помните В первой игре В первой игре В Доксине линии Очень сильно Бросал шайбу Поворотом У Вила Капустин Бросился По шайбу Я найму В Минке Было неясно Сможет ли Капустин Уграть Ну оказалось Все в порядке Сейчас он Своими партнерами Шалимовым Шепелевым Бабином Василиевым Ведет борьбу Тут много Хоккейстов Шалимов Обратите внимание Как наши хоккейсты Дорожат шайбы Не торопясь Разыграют В своей зоне Словно Выманивая Соперника На себя Не торопясь Василий подходит Назад Нападающий В то время Чехословакии Стали менять После игроков Ну вот Уже Они идут В атаку Хардина Иржи Хардина Из клуба Дорожат Ренчина Шепелев Ну Сворот Нет Такая ситуация Скамейка Команды Чехословакии Старший тренер Букач Шепелев 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 Игначак Лукач Либо Увера Михаловский Кожевников Мальцев Голиков Белевединов Первухин Ох как сыграл Мальцев Красиво Это аплодисменты Игин Прижал шайбу Кожев 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 Сейчас Игра Остановлена Потому что Ланг Попросил Арбитра Подождать Тут У него Не в порядке В прошлой игре В команде К словаке действовало Четыре тройки нападения И шесть защитников Сегодня Четыре полновесные пятерки Каждое звено Пока По крайней мере Действует со своей парой Защитников Так же как И сборная команды Советского Союза Ну Темп упал И Я думаю, что Это не случайно В более Спокойном темпе Более Рассудочно Что ли Стали вести игру Наши шокеисты Ну а Команда Четыре Словакии Не рискует Восьмой номер Арнольд Кадлиц У нас команда города Литвиново Давайте посмотрим Ну конечно Ну конечно Вы виделись Подножка была В общем-то В пылу борьбы Иной раз Мы сейчас следим за шайбой И не видим Какая же борьба Разыгрывается В других участках Площадки Вблизи ворот И так наша команда Име численные преимущества 8 минут 50 секунд До конца Первого периода Ну и вот Очередной раз Посмотрим Бросок Не удался Вот Макаров Находясь под острым углом Забросил свою вторую Сегодня шайбу 2-0 2-4 Макаров Вот не знаю Как будут Дальше развиваться События Наши использовали Численные преимущества Но у меня такое впечатление Что во второй игре Чикославские такие Что побаиваются Нашей команды Ну может быть Это Первое впечатление Капустин Отличный пас Чуть-чуть бы побыстрее Василий Пошел в зону Как Капустин Хорошо сыграл 2-0 Вину Шепелева Против пятерки Игначака Ох какой бросок Какой Сильный бросок Это Лукач И вот теперь удаление В нашей команде Лукач бросал шайбу Но Игра не остановлена Поскольку шайбы Чикославские такие Они быстро меняют Воротая И теперь Перед удалением Нашей команде Предстоит играть После Шести Игроков Шести Полевых игроков Силер Силер Да и здесь подножка была Клюшка зацепил Бокуча Василий Кокурмен. Кто же выиграл шайбу? Прекрасно, прекрасно сыграл Кожевников. И здесь сыграл отлично. Здесь идет демонстрация высокой техники, Кожевников, Мальцев, мастера высокого класса. Сейчас эти хоккеисты находятся на площадке, не узнают в нашем меньшинстве, и поэтому нет Владимира Голикова. Вот сейчас Голиков появился на площадке. 25 номер Голиков. По 20-30 секунд хоккеисты на площадке, и тут же проходит смена. В этом году умело взаимодействовать с разными партнерами и в своем спартаковском клубе, и в сборной команде Советского Союза. Универсальные действия. Универсальные нападающие. По-прежнему сборная команда Советского Союза в меньшинстве. Кварцов на площадке. Варнаков. И вот удалось на площадке, и вот кто-то хочет, что хорошо используя честное преимущество команды. Второй раз. Мы в первой игре по две шайбы. Команды закростили, когда было честное преимущество. 2-1. Шайбу в ворота. И сейчас Касатонов неспростаток. Горячо атаковал Шейбу. Ружечка Шейба Харзина. Макаров. И здесь мы видим великолепную технику. Вы знаете, вот наши спортсмены сегодня, в этой предыдущей игре, показывают высокое хоккейное искусство в условиях жесткой борьбы. В то время, когда проводятся против них силовые приемы. Один бросок. Еще один бросок. Нет, эта команда играет в полных составах. Не думайте, что наша команда честное преимущество. Можно было удалить защитника за подножку, но арбитр до Коуста так посмотрел с сомнением. И так вроде преимущество велико. Игровое преимущество. И не рискнул удалить. Ух, очень ажурно стали действовать эти сценарии. Красиво, безусловно. Но хотелось бы еще увидеть и заброшенные шайбы. Капустин. Михаловский. Проброс. Одна на счету, Новый. Игначак. Лукачин. Опять арбитр поднимает руку. Третье удаление сегодняшнего матча. На этот раз будет удален шайбоваться. Такие мысли на скамейке запасных, но все равно потеряно. Это удар соперника. Клюшкой. Ну, давайте посмотрим. Каким было нарушение, к сожалению, оно осталось за кадром. Ну, то, что мы не видели на повторе, хорошо видел арбитр. Васильеву оказывают помощь. Доктор. Доктор наш. Тренер Юрзинов. Один из руководителей команды. Анатолий Сеглин. По рукам досталось, видимо. Удар был сильным. Шепелер. Первухин. Простите, это Васильев на площадке. Это не Васильев досталось. Васильев. Парик с Первухиным выступает. Салимов. И еще одно удаление. Трех философских игроков Наши будут играть Минуту и пять секунд Если Не забросят Шайбы Игначак и Карбелла Из камейки Штатников Первая пятерка В сборной команды Советского Союза Выиграли выбрасывание Новая Обороняется Халупа и Дворжик Саша, наверное, торопиться не нужно Нужно постараться четко разыграть Шайбу Круто Игисов И опять Игисова передача не получилась Никакому не удается Халупа выиграть Может быть, сейчас уже можно бросить Счета передача Многовато передачи Образков мало И точно Еще раз Кашатонов бросает И опять промативается Круто Лориона Используя чистые преимущества Кожевников Кожевников Голиков Кожевников И еще один гол Великолепно Одного за другим Обыгрывает Соперников Соперников Психологические закалки Психологические матчи Соперников Другого кисти Стать на точку Убрасывания Полуминуты Психологические закалки И так Первый период Завершен 5-1 В пользу Сборной команды СССР В первых 20 минут Игры 5-1 В пользу Сборной команды СССР Ворота команды Чехологии Мышкин Молодец Просто здорово Сыграл Ворота команды Чехологии Справа Теперь их защищает Иржик Ралек Он заменил Карила Ланга Владимир Мышкин Сложился Слева Наша Ворота сборной команды СССР Слева 5-1 Ну что можем сказать О первом периоде Более внимательно Решили Чехологские Такие что действовать Более спокойно Ну и вот В такой спокойной игре Сразу мы увидели Насколько Сильнее наши Мастера И в комиссионном плане И в техническом Видите как Красиво разыграют Шайбу Наши спортсмены И вот Удаление Шеперев на площадке Но арбитр почему-то Показывает Что На льду И Почему же Он Удаляется Кожевников Вместо Шепелева Шепелева Оказывают Час Помощь И поэтому Вместо него На скамейке Бутровняков Находится Кожевников Итак Словакий Идут вперед Либо Лучший бомбардер Чехослованского Первенства Подорвался Вперед Михаловский Бросок Сильнейший Бросок Шайба У зрителей Белелединов Первухин Пятерка Игначаков Белелединов Арбитр Оказался Кстати Михаловский Игначак Лукач Спервусин Тут ведет Борьбу И сейчас Спервусина Удаляет Арбитр Очень Сложное Положение Попадает Наша Команда Тогда Чехословат Хоккейцы Чуть больше минуты Защищались Стороем И тогда Кокатонов Забросил Шайбу Ну посмотрим Удастся ли Успешно сыграть Сборная команда Чехословакии В подобной ситуации Визер Тихонов Приглашает Хоккейцев Сборнику И небольшое Совещание Девятый номер Дворжак И вместе с ним Сейчас играет Хорошо действующий В этих матчах У Вира Он заменил Холопы Ликийцы Забрасывает Сайбу Из зоны Очередная попытка Войти в зону Удалась Вот теперь Чехословат Ликийцы Роса положились Вблизи наших ворот Сильнейший Бросок Еще один босок Промахивает Сокарбелла Мышкин Отбил шайбу Ворота были пустые И вот в них Сокарбелла Уже и не попала 24 23 секунды Еще Сидеть на шамейке Созняков Кожевникову У Вира Дворжик Не точный пас Был это пас Еще один бросок И опять Наши отстояли Свои ворота Вот сейчас Кожевников Вышел на площадку Пит уже вступил В борьбу Помешал Дворжику Новый Он уже на льду Арбитр Показывает Еще удаление Будет Сейчас в нашей Команде Опять Сроем Останутся Шокейцы Но в этой ситуации Наверное Нужно было Ситуации Шокейцам Тут же Отдальше Условия Тоже проявляется Сима Мастерство И характер Команды Трудно Безусловно Трудно Но вот пока Наши спеши Защищаются Мужественно Вороняются 28 секунд Еще будет Находиться Первухин На шамейке Страхников 28 секунд Втроем Вновь Вперу Это нагрузка Как долго Приходится играть В меньшинстве Букач Вновь Опускает Звено Игначака Игначак Либо Лукач Михаловский И у Вира По-прежнему На льду Михаловский У него У Виры Сильнейший Бросок Ну вот теперь Бабя Находят Бабянов Кожевников Васильев 9 секунд Далось До нашего Четвертого Хоккейста Лукач Нет Не удалось Видите как Спокойно И грамотно Обороняются Наши Четвером Первухин На льду Теперь уже легче Первухин Тут же уступает Место Мальцеву Либо Вера Бросок Мышкин Отбивает шайбу Вот теперь Кожевников Не торопяется Вводит ее В среднюю зону И дальше Проталкивает Около минуты Еще сидеть Косатова На скамейке Штратников Из места Кожевникова Вышел Голиков Мальцев Хорошо Сыграл Мальцев Время Идет Наши Спортсмены Контролируют Мальцев Выходит Один на один Получил Отличную Передачу От Васильева Ну вот Немножко Замешкался И не удалось Ему Выграть Вратаря Либо Лала Появился 20 секунд Осталось Играть В меньшинстве Тренеры Быстро Меняются Киев Субболь Цент Игры Достаточно Сейчас Высок Сверхухин Кокермен Первухин Кадлет Боевал Борта Игра Остановлена Во втором Периоде По-прежнему 5-1 В пользу Сборной Команды Советского Союза Во втором Периоде Не появляются На площадку Молодые Хоккейцы Звена Ружечки Зубков Гимаев Это Чарник Гимаев Удача Промедленно Вновь Силовой Жесткой Дорогой Чарник Хорошо Сыграл Неожиданно Пытался Обмануть Дудатчик Вратаря Показывал Что Будет Делать Передач И бросил Мышким Хлоп Дворжик И Халупа В обороне Шепелев С партнерами Шалимов И действует Так же Как в первом Переводе Кралик При первом Переводе Ворота Команды Чехловаки Защищал Карел Ланг А теперь Иржи Кралик Кралику Наши Пока Шаг Не забрасывали Дворжик Оружечка Хорзина Атаковал Шепелева Шепелев Без плюшки Остался И пятый номер Это Шейба Васильев Шепелев Вот так Спокойно И поточнее Второй Район на одного Ну что Вот тут же И пришел На помощь Шалимову Капустин Второй сборную Тренирует Костюрьков И Богданов Шайбы Забросили В первой Игре В нашей Команде Покрут Динов Семенов Анферов Девятериков Защитник Клуба Салават Булаев Команда Первой Лиги Остинников И Зенченко Обоюдное Удаление Жестко Эти два Спортсмена И оба Оказались На сцене Чисток Мяков А вчера Вторая сборная Вчера игра Проходила В Теплице Вторая В Граде С Кралове Наша вторая Сборная Вновь Выиграла Второй сборной Команда Чехословакии За счетом 4-1 В этой игре Нашей команде Шайбы Забрасывали Божаков Жуков Старый защитник Защитник армейской Команды Ленинграда Покрутинов И Зенченко 4-1 Но у нас По-прежнему Еще здесь 5-1 Осталось Играть Еще 11.50 секунд На площадке Сейчас Просторно Стало По-4 Полео Фидорка В каждой Команде Круто Вышла Шайба Из зоны Никак не пойму Кто Кого же Тут Бил И он Тут Уже Без промедления Удаляет И удаляет Правда В основном В составе Сборной Команды Советского Союза И как нам В вторые 20 минут Наша команда Играть В полном В составе Мы Втроем Смещаются Советские Хоккеисты И много Еще Играть Втроем Прям Четверых Правда Соперника Больше Минут Минута 10 секунд Увера Белелетинов Брасполь Не торопясь Сейчас Хоккеисты Проводят Смены Внимательно Выслушивают Тренеров Кадлиц Дворжак Кокермен Лала Это Голиков Словно Загиб Мотивировал Кадлица И В практике Ситуация Ошибки Отдал Шайбу На клюшку Соперника Первый Семь Белелетинов И Голиков Кадлиц Бросал Дворжак Кадлиц Кадлиц Поторопился И не видел Что партнер Свободен У угла У ворот Там где стоял Свободен Кокермен Появились Гайду Жек И Макаров Теперь 5 Хоккеистов Пол В разных матчах И На Кубке Канады И на Сомнере На приз Извесь Великолепно Он действует В чемпионате Страны В нынешнем сезоне Он Ставил Своеобразное Достижение И 15 лет Я не помню Чтобы Вот что-то подобное Какой-то Вратарь Такого успеха Добивался И еще Чемпионат Не завершен В хоккее Бывает Это очень Трудно Новые По-прежнему Гости имеют Преимущество Теперь они Уже Не имеют Преимущества Придержал Свобода Защитник Нашего Нападающего И вот теперь Равенство Смотрите Борьба И вот тут уже Без шайбы Атаковали Наши Урокистов 29 секунд Осталось Сидеть на скамейке Штепняков Крутову И тогда уже Преимущество будет У нашей команды Вот весь второй период Проходит В сплошных удалениях Одно удаление Другое Камейки Сиденьков Не пустуют Крутов на площадке Полный состав Нашей команды Шалимов Капустин Кралик Пошел Вступил в борьбу Но вы знаете Если вратарь Покидает ворота И вступает В борьбу В против любого Полевого игрока Михаловский Выбрасывает шайбу Подачу От своих ворот Шалимов Ватильев Бабинов И тройка Шеселева Шалимов 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 Васильев Шалимов 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 С воротом Помешали Бросить Шефелев Капустин Васильев Идет вперед Готов к приему Шайбы Не получилось Передача У Капустин Видел он Васильева Помешали Сделать Передачу Шалимов Шалимов Капустин Бабинов Шайба удалось Выбросить Четвертый Команде Восемь минут До конца Второго периода Пять Один Счет Первого Периода Это Ковин Набрал Скорость Судина Ковина Действует Всегда На высокой Скорости И опять Арбитр Поднимает Руку Сейчас Будет Еще одно Удаление В горной Команди Чехословакии Васильев Ковин Будет ли Бросок Горжава Комит Шпатников Маша Первая Пятерка Готова К продолжению Встречи Гайдушек Кадлет, Лукач и Кокармен, состав сборной Чехословакии. Гайдушек Кадлет, Лукач и Кокармен, состав сборной Чехословакии. Гайдушек Кадлет, Макаров, Крутов, Касатонов, не удалось сделать передачу. И тут же шайба оказалась у наших киевцев, от скамейки запасных, туда попала шайба. Здесь уже не до красивой игры, не до комбинации. Все время нашим, большую часть времени нашей команде приходилось играть в меньшинстве. Потребовало много сил и сейчас вот в конце периода, имея преимущество, уже не так легко и непринужденно действуют наши спортсмены. Много было, он доносил обороне, защите своих ворот, Макаров. Но та передача хорошая, нет, не удалось Крутову отдать шайбу. Петишев, Касатонов, местами сменялись по ходу игры. Крутов сбросал шайбу. 30 секунд еще по ржаве находиться. Камейки Простняков. Хорзина не видел шайбы. Таковал-то он умело. Это черник. За поднос удаляется петиша. И потом опять наша команда будет сыграть в меньшинстве. Барнаков, Кварцов, Васильев, Багенов. Новый Черник. Халупа, Дворжик. Вот эти спортсмены сейчас на площадке. Михаил Варнаков прижал шайбу. Так, чехословатская команда в полном составе. Хоржава. Потом снова шайбы. Средней зоне теперь уже шайба. Кварцов. Потом к Хоржаву прижимает Багенова. Шайбы и близко нет. Какая игра. Какая мужественная игра вновь. Вновь. Единоборство. Силовые приемы. Кролика безусловно в втором периоде меньше работы, чем у Мышкина. Лала. Кокермен. Хоржава. Вновь. Лала. Наш капитан хорошо сыграл. Взял бы пропустил шайбу. А Карделов стал атаковать. Думаю, что шайба останется у Клюшки. Васильева. Три минуты пятьдесят секунд до конца второго периода. До конца трудного, напряженного и по-своему интересного периода. Пять-один по-прежнему выигрывается птицей Советского Союза. Игначак. Пяти-то на площадке. Полные составы на льду. Игначак. Пытался затолкнуть шайбу, по-моему, с Мышкиным. Сам туда ехал и Клюшкой подталкивал. Ничего не получилось. Либо. Мимо. Промативается Либо. Лера. Мальцев. Это защитник Лувира. Он там пытался навести переполох вблизи наших ворот. Не получилось. Голиков. Шестая встреча. Вместе в чатоне сборных команд Советского Союза и Чехословакии. Предыдущих четырех нашей команде, первых четырех, не удавалось забросить больше четырех шайб. Позавчера сборная Советского Союза забросила пет. Как много сейчас столкновений. В третьей зоне. только набирает скорость из наших спортсменов тут же встречают и ставят отобрать шайбу помешать ну так же действует и наш шепелев чуть промедлил уже сбросить не удалось вот здесь у красной линии в средней зоне начинаются атаки и обе команды это хорошо понимают атаку легче прервать в самом начале зародышей ликвидировать ее когда спортсмены вдруг скорость передавать шайбу уже в зоне соперника тогда труднее обороняться удаление за другим бабинов на две минуты а играть чуть больше минуты в втором периоде арбитр строк в втором периоде ни малейшего нарушения пропускает ну а порой страхует соперников когда и нет нарушений падения бывают вы думаете не обязательно нарушения правил карбелла шайба ворота не попала или попала ну что ж в такой степени словасской команде помог арбитр посмотрите шайба попадает в ногу арбитра меняет направление неожиданно и вот карбелла получив пас от кокермента шайба уже выскочила из ворот по моему трудно понять была на воротах или не была арбитр почему-то показал сразу не задумываясь тут даже предпостой трудно определить попала шайба ворота или нет итак счет стал 5-2 5-2 в пользу сборной команды советского союза 40 секунд мы естественно наш теперь в полном составе либо пухочный бросок просто шайба игроки не видели как летела шайба у вера силовая борьба двое на двое тут застежали партнера 11 секунд до конца второго периода 5-2 в этом периоде несмотря на многочисленное удаление была шайба одна заброшена использовали чистое преимущество лишь однажды чекловацкий такисти итак при счете 5-2 команды идут на второй перерыв итак итак дак олстон арбитр и швеции готовится к сбрасыванию кокермент и лорионов у красной линии в центре площадки итак сатонов кожевников и ковин шайбу ворота мышкина в первом периоде забросил новое очередное сбрасывание олстону как и в первом матче помогают суди на линиях и щекословакии экснер и татичек бабина еще одно вбрасывание итак не точно пах капустин был далеко от шайбы бабинов шалимов в коликов и гначак центральные нападающие пароль за шейбу и теперь уже на основе советской команды первухим не очень сильно Управлял на фланг Шайбу-Первухин, вот теперь вновь финал ворот Мышкина, Беллидинов, Кожевников. Управлял на фланг Шайбу-Первухин, как умело либо ушел из силового приема. Управлял на фланг Шайбу-Первухин, как умело либо ушел из силового приема. Управлял на фланг Шайбу-Первухин, как умело либо ушел из силового приема. Управлял в тренер команда Чехловакии, ну а Ружичко и удачно. Удачно раньше играл уч bringt интересно какие ухода Чехловакских тренеров на примете. Ну, в частности, Ружечка играет в клубе города Литвинова. И вместе с ним выступает по отзывам числа 20-х тренеров очень интересный еще один нападающий Роспол. 18-летний Роспол, который очень хорошо играл вместе с Ружечкой вот на том же Меньорском Перевенстве. Круто. Лорионов. Видите, как чехловашие кисы активны, как они прессингуют. Начинают атаковать наших спортсменов. Поворот Мышкина, Лала. Петитов. Хороший пас Лорионову. Бросок? Не точно. Черника. Удача. Новая. Это диагональная передача. Новая. Удаление в нашей сборной задержку соперника Плюшкой. 14 минут 52 секунды до конца. Второго матча сборной команды Чехловакии и Советского Союза. 5-2 в пользу гостей, в пользу сборной Советского Союза. Наша команда обороняется. Лукач. Игначак. Как только наша команда в меньшинстве, тут же Букач уходит. Защитник Увера. Очень хороший молодой спортсмен. 21 год ему. Он из главы, из дупла из главы. Он играет вместе с своим партнером Михалок, с теми другими защитниками, уходит на площадку Увера. Лукач. Пример Баганов практически все ворота закрыл Мышкин. Хуржава. Васильев. Шалимов. Арбитер, наверное, должен был поранит дать свисток. Свистка не было, и продолжали борьбу спортсменов. И справа, наверное, Мальцев показывает, что на шайбе лежит на сетке. Нужно останавливать игру. Тридцать пять секунд. Счет дыхать будет пятисок. Счет дыхать будет пятисок. Новый год. Счет дыхать будет пятисок. Счет дыхать будет пятисок. новая а защитники 1 васильев у передней штанги а белья ледянов у дальней прозевали нападающего полные составы 5-3 вторая шайба новая сегодняшний матч либо очень хорошая команда очень сильная команда и такловакии иначе с каждым турниром с каждым новым матчем все сильнее и сильнее играют спортсмены ковин ковин и кокерменту 5-3 доставили наши команды хотя бы одну шайбу забросить кокерменту ковин и и и и Ну, в общем-то, в этой ситуации, не знаю, кто бы больше ни на вас, оба толкались. Упал наша фиста, и арбитр удалил холодный. Гол! Ну, наконец-то! Наконец-то и крали Купри. Впервые в вынесен сезоне наши фисты забросили 6 шайлов. Ворота сборной команды Чехословакии. Играть еще 12 с половиной минут, в той лишней матче, команда. Час 47.22, шестую бронку советского смазу, Касакоров, Варнаков, Димаев. 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 Зубков отнимает. 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 Забыть о боли. Заходить на площадку. И бороться до конца. Сколько румянки. Зубков отнимает. Зубков отнимает. Ждет Макаров партнеру. Появились и Крутов, и Галарионов, и защитники. Один показ защитник на площадке Пятисов. Из этой четверки Дрюльевина поступил вместо Касатонова. И тут же передача была Касатонова. Неудачно сыграли наши два защитника. И вот теперь Мышкин помешал сюда теку и Черни. Безусловно напугал, что ли. Вот вы смотрите. Два защитника, это страшнее, чем Булит. Два нападающих. Вот махнул Клюшкой. И промахнулся соперник. Пятисов с Касатоновым сейчас получат. Порцию внушений. Замечания. Тихонова-Тихонов тут же пошел. Каким-то образом оказались и на правом фланге. Оба столкнулись и упали. И вот так. Получилась такая ситуация у всех наших ворот. Ворон сборной команды Советского Союза. Девять минут тридцать пять секунд до конца встречи. И шесть-три по-прежнему. Либо. Такое впечатление, что тройка Игначака не уходит с площадки. Все время они на льду. Тройка играет исключительно мощно. Где в силовой манере и быстро и нацелены на ворота все такие из-за этого звена. Вот Игначак. Михаловский. Лукачин. Увера. Василин. Вступают в борьбу тут же. Как только потеряли шейбу, тут же вступают в борьбу. Киевская команда Чехословакии. Шепель подкатывается назад. Шалимов. Дворжек. Пас налево. Не просто набрав скорость пробежать по флангу. Голиков. Капустин. Мальцев. Кокорменко. И вбрасывание. Мальцев. Кожевников. Голиков. Челябин. Челябинский. Рвухин. Челябинский. Сборная церковь. Петройка новая. Пятерка новая. Лобода. Черняк. Новая. Опередил белья лединов нападающего и отбросил шайбу Мальцеву. Мальцев отходит назад. Выигрывая 6-3, естественно, торопиться не нужно. Главное, сохранить счет. Главное, уберечься от травм, повреждений. И отличная передача. Выход 1 на 1. Крутова. Помешал. Помешал Либо. Вовремя отошел назад. Помешал Крутову. Мальцев уже понял в такой манере. Здесь отдельные такие. Если, вот видите, Лукач, Либо, только они входят в зону сборной команды СССР, тут же бросают. И поэтому Мышкин выкатывается вперед и преграждает путь шайбу. 6 минут до конца встречи Лорионов. Сатонов промахнулся по шаге, но все и сделал, чтобы не дать Коккер-Менту выйти 1 на 1. Такой упорный поединок. Коротов. Кайдушек. Шайба в средней зоне. Косатонов Появился Барнаков Неожиданно бросил Еще один бросок Кралик сыграл Зубков Кралик Бивает шайбу Гемаев Квартов Да, нелегко Нелегко нашим спортсменам Смотрите, как только шайбу у борта Тоже силовая борьба и в третьей зоне И Сворот соперников Это через хозяева плакетки Новы Зубков перед ним Лишь в первом периоде было большое преимущество у нашей сборы Когда они выиграли 5-1 Потом игра выровнялась Игра выровнялась Идет напряженнейшая борьба Звено Шепелева на площадке Шепелев, Шалимов, Капустин, Васильев, Бабинов В третьем периоде Кисочек-Словакии действует, повторяю, в три звена Тренер Лукач снял Молодых и кистов в тройку Ружечки Пять Игначак Лукач Либо Михаловский Михаловский, проводящий первый матч в составе сборной Чисочек-Словакии, чувствует себя довольно-таки уверенно Сейчас получают Высшее хоккейное образование у ведущих тренеров Клубов У сборной команды Советского Союза У Вышинского у нее цепетское образование А вот У Читрики Стретяк начинал играть в ЦСКА Мышкин в Кирово-Чепетске Касатонов в Ленинграде Фетисов в ЦСКА Крутов в ЦСКА Ларьодов в Воскресенске Макаров в Челябинске Васильев в Динамо в городе Горького Бабинов в Челябинске Шалимов в Спартаке Шепелев в Свердловске Капустин в Ухке Белядинов в Московском Динамо Спервухин в Пензе Кожевников в Пензе Голиков в Пензе Вот так получилось, что Три воспитанника в Пензе Сто хоккей сегодня играют в одной пятерке Мальцев, Кирово-Чепетске Регимаев в Ухе Зубков в Спартакове Ну и Ковин, Спасов, Варнаков в Горьковчане И наверное Должны сказать добрые слова Смотрят первых хоккейных тренеров, которые учили наших лучших хоккеистов Обучали хоккейной грамоте Две с половиной минуты до конца встречи Шесть-три в пользу сборной команды Советского Союза Кировухин делает передачу Центр Кожевников У Кожевников налево Здесь никого нет Партнеров Карбелла Карбелла Кокурмен Значит Карбелла пока Сутистами другого Зиновод появился Черник Дудачик и Новый Собода и Хоржава Меньше двух минут играть с командой По-прежнему Играть с командой в сегодняшнем матче По-прежнему Шесть-три Хорошо играет Крутов в зоне соперника Но у него шайбу от Горал И теперь два чехолаха Их киев идут вперед Против двух защитников нашей сборной Нет, подоспели нападающие И помогли Касатонову и Фетисову Длинная передача в направлении Крутова Но Крутов в этот раз без клюшки Выбили у него клюшку Кожевников и Ковин Но он чехолаге отличился Новый Во втором периоде Была заброшена одна шайба Карбелла Для заброса ворота Мышкина В третьем периоде Пока Микейный счет 1-1 Шайбы забросили вновь Вновь и вновь Касатонов Арбитр поднимает руку Будет сейчас удаление В сборной команде Советского Союза Но пока шайбы Чехословатские киевцы Виска нет 57 секунд и вбрасывание У ворот Мышкина Кокермен Лала Карбелла И защитники Хоржава и Дворжак Выиграли наши спортсмена Вбрасывание и тут же Бабинов отправляет шайбу через всю площадку Кворцов, Ковин, Зубков и Бабинов обороняются Чехословатские киевцы идут в одну из последних атак Кокермен Рядом с ним Васильев оказался Вместо Зубкова сейчас вышел Васильев Васильев и Бабинов И опять шайберники через сезон К воротам Кролика 25 секунд до финальной сирены Наши кокеисты Теперь уже ясно, что победят Их в турнире на призы газеты Руде-Право К воротам Кокеистам, чтобы занять второе место Нужно набрать в этих двух матчах Два очка И затем финальные два матча В сентябре Определят победителя Турнира на призы газеты Руде-Право Но раньше, еще в апреле Кокеисты Советского Союза и Чехословакии Встретятся на чемпионате мира Финляндии Три секунды до конца За пятнадцать, даже за семь секунд И еще сидели и с интересом наблюдали И так завершились два очень интересных Очень упорных поединка Между сборными командами Чехословакии и Чехословакии Обе команды показали хоккей высокого класса Наши спортсмены заслуженно победили И, в общем-то, эти матчи показали Что подготовка к чемпионату мира идет правильно Теперь самые трудные поединки будут на чемпионате мира На этом мы заканчиваем наш репортаж Наша передача была организована центральным телевидением Комментатор Владимир Владимирович Продолжение следует... Продолжение следует...